Приехал в качестве гостя, как видный человек из нашего народа, генерал-майор. И, разумеется, ему дали там слово, он выступил. И вот эта его речь, она покорила людей. Ингуш, ас-саляму алейкум. Тумсо, ты как относишься и кем ты для себя считаешь ингушей? Ва алейкум ас-саляму ах-бракат. Вот, ингушей я считаю своими братьями. Ингуши это самый близкий для нас народ на Кавказе. Мы практически являемся одним народом, но так получилось, что исторически, политически мы сложились как два народа. И надо просто принять уже эту получившуюся ситуацию. И с учетом этого нужно уже как-то дальше жить. При этом, к сожалению, у нас были недавние события, связанные с этой границей Путина, неладно. И эти события, к сожалению, внесли очень серьезный раскол между нами, которого не было до этого. И этот раскол, он пришел даже в европейские страны, к сожалению. И пока этот вопрос, он сохраняется в таком виде, преодолеть его до сих пор, к сожалению, не получилось. Но нам тоже никуда друг от друга не деться. Вот это уже надо понимать, как мы говорим это про Россию. Нам прежде всего у себя нужно это осознать. Нам тоже никуда друг от друга не деться. Поэтому нужно неграмотных, настроенных к смуте, вот как у нас говорят, питни, питнинах. Люди, которые хотят фитны. Вот этих людей нужно убрать от рупоров. К этим рупорам нужно дать доступ людям, которые хотят объединения, а не фитны. Этим людям нужно дать эти микрофоны и начать вот этот процесс сглаживания углов и направления друг в сторону друг друга. Я думаю, все вопросы будут решены. Самое главное вот это осознание, что никуда деваться мы друг от друга. Ну, некуда нам просто деваться. Нужно это понять. Почему это надо принять, что мы разделились? А куда мы денемся, не принято этого? Если мы не будем это принимать, то это еще сильнее усугубит раскол в наших народах. Так как, если чеченцы будут говорить, что нет, никаких ингушей не существует, это чеченцы, это будет обижать ингушей. Причем большинство ингушей, так как большинство не приемлет считать себя чеченцами, понимаете? Если же ингуши будут говорить, что нет никаких чеченцев, это ингуши, то это не приемлет чеченцами, большинство опять-таки чеченцев. И это будет только нас обижать, мы будем говорить друг другу какие-то неприятные вещи. В общем, это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому лучше нам сейчас, наоборот, это осознать, принять, сказать, окей, мы два народа близкие, очень братские, но два народа, ингуши и чеченцы. Развитие у нас тоже будет идти отдельно. При этом нужно максимально сблизиться, чтобы у нас при разных, допустим, республиках, наша общая цель должна быть, это освобождение всех республик Кавказа, и чтобы отдельно было государство Ингушетия, отдельно было государство Чечня. Но при этом мы были в едином союзе, были братьями и максимально интегрированы друг с другом. А ты видел интервью Хасбулатова, где он говорит, что Дудаев был прислан Кремлем и ждал команды оттуда? Что думаешь об этом? Куда он был прислан Кремлем? В Чечню? Нет, я не слышал, что там говорил Хасбулатов. Я единственное одно его высказывание, Хасбулатова, слышал, где он высказался. В очень таком неподобающем ключе от Ударева он высказался. И это вот как раз свойство именно предателей. Они так разговаривают. Это тоже вот как раз отсылка к той истории с врагами. Враги могут высказываться достойно. Именно предатели из числа нашего народа, они всегда позволяют себе вот такие высказывания. Стак говорит, снах ятс там, как он сказал. Джахар показал своей жизнью и своей смертью, показал, насколько он был достойный человек. И те, кто не смогли вот так вот показать свое достоинство, которые сейчас состарились, просто доживают остатки своей жалкой жизни, они могут только сейчас говорить какие-то обидные слова в его адрес, но они, кого они обижают? Они только сами себя обижают. Мнение о Джахаре Дедаеве они не изменят этими словами. Что касается того, что он был заслан, Джахар, как он мог быть заслан, если он вообще у нас появился во время Всенародного съезда, Щенского народного съезда? Он приехал туда в качестве гостя. Он не был даже организатором этого съезда. Приехал в качестве гостя, как видный человек из нашего народа, генерал-майор. И, разумеется, ему дали там слово, он выступил. И вот эта его речь, она покорила людей. Присланные люди, они не так появляются. Понимаете, присланный человек, это вот Кадыров, он присланный человек, назначенный Кремлем. А Джахар он был, нет, это не присланный, это был как раз приглашенный чеченцами. Многие сегодня забывают, или не знают просто этой истории. Этот съезд, он организовывался действующей властью, на тот момент советской властью. Док Казавгаев, в лице председателя этого совета, они это организовали, то есть депутаты, избранные до этого народом, они организовывают этот съезд, и на этом съезде выступает Джахар. И все, выступает и уезжает обратно. Он не становится даже в тот момент лидером. Лидером этого нашего движения освободительного он станет уже позже, когда док Казавгаев даст заднюю, как говорится, не сможет сказать Ельцину, что он не будет подписывать с ним федеративный договор. Вот тогда Джахар станет его, опять-таки, изберут лидером этого нашего движения, общеназваемого конгресса на тот момент ОКЧН. Поэтому, ну, говорить сегодня можно, конечно, разные вещи, пытаться там какой-то заговор найти. Причем об этом говорят, говорит тот же Кадыров, говорит, что это он был прислан. Но именно Кадыров на тот момент был в восторге от Джахара. Ну, по крайней мере, видимость он такую создавал. Он тогда почему-то об этом не говорил, что он заслан и что он плохой. Почему-то тогда, когда мы воевали, он говорил, что все в руках Аллаха, говорит, что мы там не победим, Россия мощная, это нельзя. Такие люди неверующие, он говорил. Это неверие в силу Аллаха сказать, что мы не можем победить. Тогда он говорил такие вещи. А как только стал российским чиновником, стал рассуждать про образование, те, кто там учились в школе, мало-мальски, говорит, географию. Знают, они же видят, какая мощная большая страна России. Ее типа, а как ее может победить Чечня? Человек поменялся. А Дудаев он не менялся. Дудаев он каким был, таким и ушел. Ушел очень достойно. Да помилует его всего чиновника. Там же правда, что тогда я выпустил всех уголовников. Не всех, но каких-то людей отпустили. Это тоже логично. Те, кто был осужден по действовавшим на тот момент законам, как только эти законы перестали действовать, разумеется, их по закону нужно было освобождать. Но их освободили. Но там не всех это касалось. Это как амнистия была. Она касалась определенных статей. Вряд ли в советское время кто-нибудь думал, что страна развалится, и он использует свой военный опыт по-другому. Тогда все служили в советской армии и делали карьеру просто. Даже если так. Главное, что они помнили, кто они есть, и что они должны сделать в час икс. Мы все живем сегодня своей жизнью. Кто-то работает, кормит свои семьи, получает образование. Но каждый человек знает, что в час икс он должен будет использовать свой опыт, свои знания, свои навыки, все, что он имеет, свое имущество, он должен будет использовать для нашего освобождения, для нашей свободы. Вот точно так же и тогда люди, неважно, где они служили, где они работали, чем они занимались, они знали, что час икс, как только он настанет, они должны будут выложиться для нашего освобождения. И они выложились. И сегодня копаться в них, пытаться их как-то очернить, это очень недостойное дело. Некто Тунсо, ты очень умен и харизматичен. Надеюсь увидеть тебя на большом посту однажды. Я так понимаю, ты имел в виду большой пост, это не блокпост, а видимо какая-то должность, да, государственная. Ну, поживем, увидим. Поживем, увидим. Ладно, давайте на этом будем завершать. У нас уже время подошло. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на мой телеграмм, подписывайтесь на патреон. Ну и увидимся с вами, иншаллах, как обычно, в четверг в это же время. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу мирову. Ва саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok